В крае возникла лавинная опасность. Повышение температур в последние две недели привело к тому, что снег на склонах сопок и гор стал быстро уплотняться и тяжелеет. Это может привести к резкому сходу снежных масс на проходящей рядом автомобильной трассе и железнодорожной пути. Под завалом могут оказаться и туристы, а также любители зимних видов спорта. Меры по предотвращению подобных случаев рассмотрели в правительстве края на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас вдоль железнодорожного полотна расположено 48 опасных участков общей протяженностью 32 километра. Большинство из них находятся в горной местности Комсомольского, Солнечного, Николаевского и Иванинского районов. Специалисты ветерства держат ситуацию под контролем и предпринимают меры для предотвращения схода лавин. Для этого между склонами и путями прокладывают канаву, устанавливают специальные сетки, а в самых опасных местах могут выставлять наблюдательные посты, которые заранее сообщат о лавинной угрозе. Подобная работа ведется и на автомобильных автотрассах, которые также пролегают вдоль многочисленных сопок. Отдельной темой обсуждения стала безопасность туристических групп и любителей покататься на лыжах, которые проводят свободное время на горных склонах. В крае есть несколько специализированных баз отдыха, где можно находиться, не опасаясь за свою жизнь. Однако, как показывает практика, немало лыжников предпочитает осваивать новые места. Именно там люди рискуют попасть под снежный завал. Для предупреждения таких происшествий комиссия рекомендовала глав муниципальных образований активнее информировать жителей о лавиной угрозе. «Понятно, что запретить выезжать в лес и кататься там, где им захочется, власти не могут», отметил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. «Но предупредить об опасности – это ваша обязанность. Если место отдаленное, то можно выставить специальный знак. Я уверен, что все вы знаете, где предпочитают отдыхать жители района». Также Анатолий Литвинчук поручил тщательнее отслеживать графики выхода в лес туристических групп. Обычная информация о планирующемся походе заранее подается руководителям в Краевое управление по туризму и МЧС. Поэтому всегда есть возможность подсказать, куда можно идти, а куда уже небезопасно. Напомним, что опасность схода снежных лавин в Хабаровском крае обычно возникает в начале марта и сохраняется до конца апреля. Субтитры создавал DimaTorzok